Итак, мы познакомились с некой теорией трансфандитных чисел, и теперь, собственно говоря, переходим к доказательству теоремы Гудстейна. Напоминаю, пусть у нас есть стартовое число S, с которого начинается последовательность Гудстейна, но будем считать, что оно больше единицы, или больше либо равно единице. И, соответственно, каждое следующее число последовательности Гудстейна определяется с помощью функции подстановки. Вот такой. То есть мы супероснование k в числе ЖКТ заменяем на супероснование k плюс 1. И потом из этого всего вычитаем единицу. Так, и теорема Гудстейна утверждает, что... Да, вычитаем единицу, если здесь не ноль. Если ноль, то ничего не делаем. Теорема Гудстейна утверждает, что при некотором номере k ЖКТ будет равно нулю. Независимо от того, какое бы S у нас... Ну, понятно, что номер зависит от S. То есть при любом стартовом числе S у нас эта последовательность рано или поздно упадет в ноль. Вот, собственно говоря, теперь мы начнем доказывать эту самую теорему. Значит, теперь мы вот эту функцию немножечко расширим, так сказать, ее область определения по верхнему параметру. А именно, мы можем рассмотреть функцию, когда, значит, мы берем какое-то супероснование для некоторого числа x так, и заменяем его на ординал омега. Что это будет? Вот, допустим, у нас x это значит, n в степени гамма 1 на k1 плюс так далее плюс n в степени гамма S на kS, где гамма 1 больше гамма 2 гамма S больше либо равно 0, и все каиты, они положительные. И при этом это натуральные числа, то есть меньше омега. Тогда вот эта функция по определению есть сумма омега в степени гамма 1 на k1 плюс так... О, это, конечно же, не гамма 1. Омега в степени S n омега от гамма 1 на k1 плюс так далее плюс омега в степени гамма S от гамма S на kS. Заметим, что у нас вот это все это уже какой-то ординал. Причем ординал, который записан в кантеровской нормальной форме. Мы выделили основание омега. Есть какие-то натуральные числа в качестве коэффициентов. Вот, мы их пишем справа, потому что, если бы мы их слева написали, они бы просто съелись бы умножением на омегу. Вот, поэтому мы их всегда пишем справа. И, значит, в степени стоит тоже замена. Значит, мы берем число гамма 1. Гамма 1 – это натуральное число. Здесь тоже надо написать, наверное. Ну, хотя это и так понятно из разложения натурального числа x. Мы все это дело определяем для x, которая натуральная. Вот. Ну, соответственно, вот эти вот гаммы, они все тоже натуральные. Мы их как-то раскладываем арифметически по супероснованию n. И там рекурсивно применяем эту же самую форму. То есть, в общем, ничего нового. Только лишь мы вместо супероснования n подставляем символ омега. По сути, это то же самое дерево степеней, только в качестве основания у нас стоит буковка омега. Вот и все. Так. И первое, что нам нужно доказать, это монотонность вот этой функции по аргументу x. Запишем это как лемму. лемма. Значит, s n омега от x строго возрастает по аргументу x. Так. И доказывать мы будем следующее. Мы будем доказывать, что у нас всегда s n омега от x строго меньше, чем s n омега от x плюс 1. Ну, и отсюда будет следовать, что она строго монотонна. Значит, доказывать мы это будем индукцией. Индукцией по x. Единственное, что мы будем пользоваться расширенной индукцией. То есть, мы будем предполагать, что это верно для всех x от нуля до какого-то числа. До t минус 1. И будем доказывать для t. То есть, мы по индукции предполагаем по индукции пусть значит, вот это s n омега x меньше, чем s n омега x плюс 1 для всех x меньших некоего t t большого надо доказать, что тогда это неравидство выполняется в точке t большое. То есть, вот сюда t подставим, сюда t плюс 1 и тогда это будет верно. А этим предположением можем пользоваться. Ну, для начала давайте проверим хотя бы, что это выполняется при x равном нулю. Ну, это действительно так, потому что значит, s n омега от нуля это 0 а s n омега от 0 плюс 1 то есть, от 1 это 1 Я тут скобки чаще всего буду опускать, чтобы не громоздить формулы и это будет выглядеть просто как некий оператор. Почему 1? Потому что, когда мы 1 вот так вот разложим по степеням у нас получится, что будет только 1 гамма которая будет равна нулю то есть, будет омега в нулевой там уже не важно n в нулевой омега в нулевой все равно это единица а k будет единичкой коэффициент в случае нуля там вообще все равно какие степени стоит коэффициент k равный нулю и как бы все зануляется поэтому не зависит от того, какое там супероснование n или омега собственно говоря поэтому вот мы убеждаемся что в нуле это работает и соответственно предполагаем что для всех t которые вот такие это все работает дальше теперь мы делаем следующее мы берем число которое вот здесь нам надо подставить то есть сюда мы t подставляем а сюда соответственно t плюс 1 и мы вот это вот t плюс 1 раскладываем по основанию n то есть мы пишем что это n в степени гамма 1 на k 1 плюс и так далее плюс n на степени гамма s на k s здесь у нас получается два варианта да давайте сразу заметим что у нас вот эти степени все во первых они удовлетворяют тем неравенствам то есть это у нас старшая степень это младшая степень она больше либо равна нуля и все коэффициентики у нас положительные но при этом мы можем сразу точно сказать что все степени меньше чем не только t плюс 1 но и t то есть гамма 1 точно меньше t почему ну это легко проверить что даже при n равном 2 уже получается 2 что у нас тут если мы раскладываем если t равно 1 то это 2 то будет 2 в первой то есть будет первая степень она меньше чем а ну тут меньше либо равно но во всех это крайний случай во всех остальных случаях степень будет строго меньше чем t что это значит это значит что для гамма 1 вот это уже работает вот это неравенство уже работает да а вообще строго говоря нам понадобится не для гамма 1 а для гамма 1 минус 1 там в будущем мы увидим вот давайте сразу напишем что у нас всегда гамма 1 меньше либо равно t а гамма 1 минус 1 соответственно оно всегда строго меньше t однозначно и значит к гамма-1 мы вот это неравенство и пользуясь предположением индукции уже сможем применять вот это надо запомнить теперь мы делим значит на два кейса разложения первый вариант самый простой гамма с равно нулю тогда у нас вот это вот разложение имеет такой вид t плюс 1 равно давайте напишем здесь буква а плюс к с вот это а это значит n степени гамма-1 к 1 плюс и так далее плюс n степени гамма с минус 1 на к с минус 1 то есть короче говоря все степени крови последней мы собрали в а и соответственно t плюс 1 будет иметь вид вот это а какое-то плюс к с и второй случай мы его отложим на потом гамма с больше нуля ну вот посмотрим что происходит собственно говоря в первом случае первом случае мы сравним то что получается в результате применения оператора sn омега к т и к т плюс 1 значит поскольку у нас все к с были больше нуля то число t будет иметь такое же точно разложение а плюс только здесь будет к с минус 1 это вот тот самый случай когда мы у гидро отрезали голову растущую прямо из корня да там у нас форма числа не менялась вообще вид разложения по супер основанию то есть тут вот ровно то же самое разложение и хвостик был просто на единичку меньше ну и понятное дело что тогда sn омега от т это будет применение sn омега к числу а и плюс здесь будет стоять омега в нулевой на к с минус 1 то есть это просто будет вот это вот sn омега от а плюс к с минус 1 ну то есть в ординалах тут ничего не поменяется просто вот основная часть она превратится в какой-то ординал вот такой а и будет чудо веса чик в виде натурального числа к с минус 1 которая не отрицательна а sn омега вот ты плюс 1 это соответственно по аналогии ровно то же самое sn омега от а плюс к с ну и вот мы видим что у нас есть просто два ординала которые отличаются всего лишь на единицу вот этот ординал из этого получается добавлением единицы то есть по сути это не что иное как вот та самая функция с которая не это с а с которая задает последующий ординал это с от вот этого ординала сожалению с обозначениями тут у нас все не очень хорошо но в общем я напоминаю что вот эта функция от ординала альфа это альфа плюс 1 она же альфа объединить с точкой альфа вот это согласуется как раз с тем что мы в ординалах добавляем единицу вот и поскольку хвостик у нас есть здесь натуральное число то здесь работают обычная арифметика и получается что это ординал следующий за этим ну и соответственно он является элементом этого то есть он строго меньше чем этот то есть в первом случае случае 1 элементарно видим что с и на мега от т строго меньше чем с н омега от т плюс 1 так и вот для первого случая когда гамма и с равно нулю мы эту формулу показали для т теперь нам нужно разобраться со вторым случаем так где мы тут будем разбираться значит наверное я вот это сотру тут просто чуть посложнее будет сама техника и так второй случай гамма с больше нуля тогда мы делаем следующее у нас т плюс 1 записывается опять же значит нет тут мы другую немножко выделим значит это будет n в степени гамма 1 к 1 плюс так далее плюс n в степени гамма с к с и далее мы делаем такую вещь значит поскольку к с положительно мы можем его представить как сумму к с минус 1 и плюс единичка то есть мы можем сразу здесь написать минус 1 плюс 1 и далее пользуемся левой дистрибутивностью на ординалах а это еще не ординала тут вообще все хорошо да просто пользуемся дистрибутивностью и получаем что это будет n в степени гамма 1 к 1 плюс и так далее плюс n в степени гамма с на к с минус 1 и плюс n в степени гамма с вот дальше для удобства мы вот всю вот эту часть теперь обозначим через а чтобы ее не переписывать каждый раз и и теперь посмотрим как выглядит число т которое на единицу меньше а ты будет иметь такой вид во первых вот это а повторяется во вторых это будет n в степени гамма с минус 1 вот такое вот число но мы же знаем как раскладывается вот эта штука это будет а плюс здесь пишем n в степени гамма с минус 1 плюс n в степени гамма с минус 2 плюс и так далее плюс n плюс n в нулевой и умножается это все на соответственно n минус 1 на коэффициент n минус 1 я сразу коэффициент ставлю справа чтобы при переходе кардиналом у нас сохранялась как бы преемственность записи так теперь значит вот что мы на это смотрим да и понимаем что во первых вот это а это разложение по основанию н то что здесь получилось это тоже разложение по основанию н просто тут все степени получились это вот опять таки вспоминаю тут то дерево большое которое мы строили там у нас при отрубании головы которая была не корневой возникало много новых веток вот эти вот ветки они вот так и получаются и и получается это разложение по основанию n причем здесь все коэффициенты максимальные стоят я напоминаю там мы раскладывали по основанию 3 и там все коэффициенты двойки были вот эта двойка тут и вылазит только в данном случае у нас основание n а коэффициент n минус 1 теперь мы соответственно производим подстановку вместо супер основания n ставим ординал омега и у нас возникает такая вещь значит с.н. омега от т это будет ну во первых в а надо подставить с.н. омега а и во вторых везде вот тут тоже надо подставить эту эту самую омегу да причем мы можем сразу привести это дело канонической форме потому что в канонической форме мы же обязаны по отдельности писать степени с коэффициентами то есть мы вот эту вот скобочку вносим сюда из и пишем ее в качестве коэффициента ко всем этим степеням и у нас получается омега в степени с.н. омега от гамма с минус 1 на n минус 1 плюс и так далее плюс что там у нас будет омега в нулевой ну тут s давайте все таки напишем с от нуля с.н. омега от нуля на коэффициент n минус 1 ну то есть просто по определению этой функции мы ее применили к а в числу затем вот к этому разложению применили подставив везде омеги и в степенях применили то же самое и коэффициенты у нас остаются нетронутыми потому что они меньше чем супероснование n я напоминаю я когда рассказывал про супероснование разложение по супероснованию мы там говорили о том что всякое число записывается в алфавите из чисел n n минус 1 и так далее ноль и значка плюс ну еще там оператор подстановки в степень по сути когда мы заменяем супероснование то мы удаляем только вот это причем это n оно может стоять только под знаком степени и больше никак а все остальное вообще не трогаем у нас просто вот это n заменяется на омегу ну или там на какое-то другое супероснование на которое мы меняем и мы получается просто переходим из этого алфавита вот в такой алфавит и здесь мы произвели ровно то же самое поэтому эти вот коэффициенты они остаются нетронутыми они остаются на своих местах так и теперь нам нужно собственно говоря произвести оценку сверху для вот этого хвостика вот и теперь вот настало время как раз вспомнить свойства операций и сравнений ординалов которые были в прошлом ролике и значит произвести все эти оценки ну во первых мы помним что степень монотонна по показателю по своему мы можем каждую степень оценивать значит ну за счет увеличения показателя степени да то есть там если у нас альфа было меньше бета то омега в степени альфа не превосходит омега в степени бета тут даже можно строгое неравенство написать но нас это сейчас не интересует вот то есть заменить на большую степень то есть тут действуем точно так же как в этом самом в обычной арифметике собственно говоря да и поэтому мы делаем что мы вот эти все эски заменяем на самую большую почему самая большая вот это а потому что я напоминаю мы говорили что у нас гамма с минус 1 строго меньше т а значит для всех чисел которые меньше чем ну короче говоря для всех гамм для всех вот этих чисел гамма с минус 1 минус 2 минус 3 и так далее до 0 для всех чисел выполняется наше предположение индукции то есть на числах от 0 до гамма с минус 1 наша функция вот эта монотонна а значит наибольшее значение она достигает именно вот здесь в точке гамма с минус 1 это значит что в качестве наибольшей степени из всех мы берем вот эту и мы это все заменяем оцениваем так значит ну это без изменения остается здесь мы пишем омега омега в степени s n омега гамма с минус 1 ну давайте подробно напишем n минус 1 плюс так далее плюс омега в степени s n омега гамма с минус 1 на n минус 1 заметим что значит мы тут несколько неравенств использовали во первых каждую вот эту мы заменили сверху омегой в наибольшей степени во вторых мы воспользовались тем что если у нас в произведении множитель возрастает то и произведение возрастает там не строгое неравенство оно по обоим компонентам произведения работает поэтому произведение можно тоже оценить вот так наконец мы воспользовались тем что у нас в сумме тоже есть монотонность по второму слову на самом деле по обоим Не строгая монотонность по обоим слагаемым Поэтому мы имеем право и всю сумму тоже заменить вот так На значения в наибольшей степени То есть мы здесь применяем сразу несколько тех самых свойств арифметики ординалов Которые мы до этого изучали Дальше, что мы видим? Мы видим, что здесь стоят одинаковые ординалы Поэтому можем применить левую дистрибутивность То есть вынести общий множитель налево Общий множитель здесь это весь этот ординал Когда мы его вынесем, здесь останется единичка И здесь, и здесь, в общем, везде останется единичка И мы эти единички можем сложить Их получается ровно гамма-с штук Потому что от нуля до гамма-с минус один И в итоге получится просто вот этот ординал Умноженный на число гамма-с Ну, собственно, причем здесь без всяких уже неравенств СН омега-а Плюс омега СН омега Гамма-с минус один На Н минус один И на гамма-с И вот теперь нам потребуется уже строгая монотонность В произведении и в сумме Почему? Потому что вот это вот Это у нас натуральное число Значит, оно меньше омеги И теперь мы вспоминаем Что у нас произведение Строго монотонно по второй компоненте По своему второму со множителю То есть, если мы здесь увеличиваем Ну, до омеги увеличим этот множитель То все произведение станет строго больше Чем то, которое есть Дальше Теперь смотрим на эту сумму У нас опять второе слагаемое Заменяется на строго большее Чем то, которое было Но сумма строго монотонна По второму слагаемому Опять-таки, по второму Не по первому Поэтому мы можем спокойненько здесь Все это оценить сверху Причем строго оценить сверху Заменив вот этот коэффициентик на омегу И мы получаем СН омега А Плюс омега в степени СН омега гамма С-1 На омега Ну, дальше мы воспользуемся Свойствами степеней При умножении на омега Это просто здесь будет плюс 1 Соответственно, это получается СН омега А Плюс омега в степени СН омега гамма С-1 Плюс 1 Ну и теперь остается только сказать Что у нас Я пока это сотру Что у нас получается Вот такой показатель степени СН омега Гамма С-1 Плюс 1 Но дело в том, что С-ка вот эта Она же монотонна В точке гамма С Гамма С-1 Потому что Гамма С-1 меньше Т А по предположению индукции Там вот эта функция монотонна То есть мы ее можем заменить На строго большее число Которое здесь вот на единицу больше То есть С от гамма С То есть это строго Получается Оценивается строго Нет, наверное, не так Да, давайте без единицы Значит Вот эта вот Строго меньше Чем С-Н омега От гамма С И вот перед нами Два ординала Один меньше другого И мы хотим К меньшему добавить единичку Но мы уже Это свойство ординалов Упоминали Что если там у нас Если альфа меньше бета То С от альфа Меньше либо равно бета То есть прибавление единицы Оно не даст возможности Перепрыгнуть через бету Потому что непонятно Что такое бета Получается Вот С это всего лишь прибавление единицы То есть это минимальный шаг До следующего ординала Поэтому мы никак не можем Через бету перепрыгнуть И поэтому Если мы сюда добавим 1 У нас просто будет Вот такое неравенство Вот И соответственно Теперь вот здесь Вот в хвосте Мы можем произвести оценку Теперь уже не строгую В которой будет написано С-Н омега А Плюс Омега в степени С-Н Омега от гамма С Но дело в том Что вот эта запись Это С-Н омега Вот Т плюс 1 Если мы Вот посмотрим То что я стер Там мы начинали Как раз Вот этой вот Штуки Вот здесь минус 1 Не было Стояло просто Н в степени Гамма С Да И при замене Супероснования Н на омегу Мы как раз и получим Омега в степени С от гамма С Вот она То есть то что здесь Мы в конце получили Это просто С-Н омега От Т плюс 1 Надеюсь видно Ну и самое главное Что мы здесь видим Это вот это вот Неравенство То есть мы доказали Что и во втором случае Тоже когда гамма С Больше нуля С-Н от Т С-Н омега от Т Оно будет строго меньше Чем С-Н омега от Т плюс 1 Тем самым Доказательство леммы Завершается И мы знаем теперь Что эта функция Строго монотонна При замене Даже на ординал омега Когда мы Супероснования Заменяем на омега Вот лемма доказана Теперь как ее использовать Собственно говоря Для теоремы Гудстейна Ну здесь буквально Остается один шаг Мы как раз воспользуемся Методом бесконечного спуска Значит Выпишем еще раз Пусть у нас стартовое число С И каждый следующий Член последовательности Как мы помним Образуется Как С Значит К заменяется на К плюс 1 В числе Ж КТ И потом Удаляется единица Из всего этого Предположим Что теорема Гудстейна Неверна Пусть Для любого Н ЖН Больше нуля Напоминаю Теорема Гудстейна Говорит Что при каком-то Н ЖН Будет равно нулю Поскольку Отрицательными Они не бывают То Противоположный Случай Это что Все ЖН Больше нуля Ок Тогда рассмотрим Следующую Последовательность Ординалов Ф КТ Равняется С Н Омега Ой С К Омега От Ж КТ То есть Мы берем Те же самые Члены Последовательности Гудстейна Только в них Производим Замену Основания К Супероснования К На Супероснования Омега Получаются Какие-то Ординалы Отлично Давайте Посмотрим Как у нас Связаны Ординалы Значит Просто Вот эту Формулу Подставим Посмотрим Что будет Значит F К Плюс Один С одной Стороны По определению Это Подстановка Вместо К Плюс Один Омеги В Ж К Плюс Первый С другой Стороны Подставляем Ж К Плюс Первый Сюда У нас Будет Такая Вещь Значит Выбросить Вспоминаем Нашу Лемму Мы знаем Что Вот эта Функция Строго Монотонна На всех Натуральных Числах В том числе Естественно И вот На этом Числе То есть Если мы Здесь Единичку Выбросим Мы получим Больший Ординал Ну Ну хорошо Применяем Лему Получаем С К Плюс Один Омега С К К Плюс Один Ж К Вот теперь Все что Осталось Заметить Это то что Эти два Оператора Они сокращаются Это достаточно Легко Понять Например Из Того Ну из алфавита В котором Представляется Число ЖКТ Да То есть Когда мы ЖКТ Раскладываем По супероснованию К У нас там Получается Алфавит Такой К К Минус Один И так далее Ноль Операция Плюс И значит Возведение В степень Когда мы Производим Вот эту Подмену У нас Просто К Заменяется На К Плюс Один И мы У нас Получается Вот это число Записано Уже Вот в таком Алфавите Там все Коэффициентики Они могут Быть только Вот в этом Диапазоне От нуля До К Минус Один Под знаком Степени Будет стоять Только К Плюс Один И больше Ничего Там нет Ну и все Это там Как-то Складывается А потом Мы к этому Числу Применяем Замену Супероснования К Плюс Один На Омегу Так это Просто означает Что мы Переходим Вот в Такой Алфавит То есть Коэффициентами Остаются Те же Самые Числа От нуля До К Минус Один Под степенями Стоит Омега И там Еще Значит Операция Плюс Используется Но это Ровно То же Самое Как Если Мы Сразу К Изначальному Числу ЖК Разложив Его По Супероснованию К Применили Замену Основания К На Омегу Это Вот прям Визуально И вообще Как бы Формально Это Ровно Одно И то же То есть Вот этот Переход От К К К К К Омеге На Повышение Каждый Раз Он Формально Ничего Не меняет Там Только Меняется Значит Основание Поэтому Можно Его Сократить И Перейти Сразу От К К Омеге То есть Получается Что Это У нас Ничто Иное Как С К Омега От ЖК Това Ну А Это По Определению Ф К И Что Ж Мы Получаем А Мы Получаем Что Если У нас Все Ж Н Не Ноль То Есть Вот Здесь Получается Число Которое Больше Нуля Я Напоминаю При Замене Если Это Не Ноль То Это Тоже Не Ноль Значит Мы Всегда Можем Один Вычитать Вот Вот Если Бо Тут Где-то Ноль Встретился То Да У Нас Была Проблема Мы Не Смогли Вычесть Один И Соответственно Не Смогли Бо Применить Вот Это Неравенство Но Мы Предположили Что Всегда Не Ноль Соответственно Мы Всегда Можем Вычесть Один Соответственно Мы Всегда Можем Это Неравенство Применить И Тогда У Нас Получается Что Последовательность Ординалов F 4 И Так Далее F К Ты F К Плюс Первый И Так Дальше То Есть Мы Получили Строго Убывающую Бесконечную Последовательность Ординалов А Этого Быть Не Может Потому Что Ординалы Фундированы Потому Что Мы Можем Всегда Выбрать Минимум Этот Минимум Окажется Одним Из Этих Ф К И Следовательно Меньше Его Уже Ничего Быть Не Может Вот Таким Образом Мы Пришли К Противоречию С Вполне Упорядоченностью Ординалов Следовательно Наше Предположение Вот Это Вот По закону Исключенного Третьего Неверно И Мы Получаем Что Существует Номер Н Такой Что Ж Н Равно Нулю Тем Самым Теорема Гудстейна Доказана Ну Вот Мы Видим Что Мы Вышли За пределы Обычной Арифметики Воспользовались Ординалами Правда Только Счетными Только Ординалами Даже До Эпсилон Ноль Очень Такими Хорошими Близкими К обычной Арифметике И Нам Удалось Доказать Теорем Гудстейна Но Вот О том Что Ее Нельзя Доказать В обычной Арифметике Пиано То есть Использующей Только Натуральные Числа Без Ординалов Об этом Мы Поговорим В следующий Мы Наконец Подходим К завершающей Части Нашего Цикла Про теорему Гудстейна И На этот раз Я попробую Так В общих Чертах Пробежавшись По верхам Показать Как все-таки Была доказана Независимость Теоремы Гудстейна От Арифметики Пиано От той самой Арифметики Первого Порядка Ну Значит План будет Такой Мы сначала Рассмотрим Понятие Общеформальной Системы В общих Чертах Точнее Формальной Арифметики Затем Пробежимся По классам Функций И тем Как связаны Формальные Системы Классы Функций Затем Построим Некую Иерархию Специального Вида И Значит После этого Мы выйдем Уже Собственно На сам Целевой Результат Этого Ролика Итак Поехали Первое Что мы Сделаем Это Рассмотрим Арифметики Арифметики И типы Формул Значит Ну давайте Один раз Напишем Так сказать Подробно Чтобы было понятно О чем идет речь Стандартная Арифметика Пиано Которая Обозначается АП В языке Первого Порядка Задается Следующей Сигнатурой Значит Во-первых У нас есть Символ Константа Ноль Есть Отношение Равенства Есть Оператор Последователя Одноместный Функциональный Символ Есть Двуместные Функциональные Символы Сложения Умножения Ну и В ряде случаев Полезно Сразу Включать Отношение Неравенства И отношение Экспоненты Здесь Оставим место Для Подстановки Аргумента Ну Надо сказать Что Вот эти вещи Можно в принципе В арифметике Пиано Вводить Дефинициально То есть При этом У нас Теория Остается Той же Самой Просто Мы по Определению Вводим Вот эти Символы Но в более Слабых Арифметиках В них Есть Необходимость Поэтому В принципе Лучше Сразу Сюда Добавлять Иногда Еще сюда Добавляют Вот такую Разность Которая Значит Если Там Х Из меньшего Вычитаем Больше То всегда Получаем Ноль В противном Случа Она работает Как обычная Разность Но мы Этим Уже Не будем Заморачиваться Итак Вот у нас Есть Набор Базовых Отношений И функций Из них Можно По правилам Логики Выстраивать Новые Формулы То есть Соединять Ну Еще есть Переменные Конечно Можно Подставлять Сюда Переменные Константу Потом Это все Собирать В формулы При помощи Логических Связок Экванторов И будут Получаться Какие-то Такие Длинные Арифметические Выражения Часть Из которых Являются Аксиомами Вот мы Эти аксиомы Сейчас и Выпишем Первое Это Группа Аксиом Равенства Равенство Равенство Определяется Прежде всего Как Отношение Эквивалентности То есть Это Рефлексивность Симметричность И Транзитивность Вот пример Кстати Как строятся Формулы В данном языке То есть Мы берем Подставляем Переменные В эти Функциональные Символы Соединяем Эхологическими Связками И вот так Получается Формула Я здесь Не пишу Кванторы Для любого Х Для любого У Для любого З Почему? Потому что Во-первых Так короче Во-вторых Если нам Дана Какая-то Формула Без Кванторов То Предполагается Что мы Можем Эти Кванторы Ввести То есть Замкнуть Ее Квантором Всеобщности Есть Специальное Правило Для этого Вычисления Предикатов Поэтому Проще Давать Без Кванторов Считает Что Это Формула С Параметрами Есть Еще При этом Одно Преимущество У них Класс Класс Этой Формулы Чуть Ниже Получается Чем Формула С Квантером Но Об Этом Чуть Позже Помимо Того Что Равенство Это Отношение Эквивалентности Необходимо Чтобы Теория Не умела Различать Равные Объекты То Чтобы Мы равное На равное Всегда Могли Заменять В любом Месте И Это Определяется Ну Есть Такая Аксиома Гильберта Которая Говорит Что Если Х Равно Y То Из Того Что Фи От Х Следует Фи От Y Или Даже Тогда И Только Тогда Ну На самом деле Симметричности Можно Показать В обратную Сторону Где Фи Это Любая Языка Любая Формула В данном Языке Вот Но На самом Деле Можно Воспользоваться Более Простой Формой В данном Случае То есть Конкретно Для каждого Вот этого Функционального Символа И отношения Определить Свою Аксиому Тогда Здесь Не понадобится Серия Аксиом Просто Для Произвольных Формул Но Тогда Вот Эту Аксиому Надо Будет Доказывать Уже Индукции По Сложности Формулы Вот То То есть В принципе Это все равно Будет верно Но Это просто Несколько Избыточная Аксиома Но мы Ее дадим Именно в таком Виде Просто Чтобы Не Как бы Не Заморачиваться Вот Надо просто Иметь ввиду Что ее все равно Потом Можно доказать Пользуясь Индукцией По сложности По построению Формулы Дальше Конечно же Нам надо Определить Как ведет себя Константа Ноль И оператор Последователя Последователь Это Когда мы За натуральным Числом Во-первых S от x Можно писать Со скобками Можно Если это Не вызывает Как бы Различного Толкования Можно скобки Опускать S от x Не равно Нулю Что имеется Ввиду Что ни при каком x Никогда не получается Что последователь Может быть равен Нулю То есть Ноль не следует Ни за каким числом Следующая аксиома Если S от x Равно S от y То x Равно y А вот В обратную сторону Можно доказать Уже пользуясь Вот этой аксиомой Равенства То есть Можно это равенство Представить В виде некой формулы С промежуточным Там Значением Каким-то То есть Как эквивалентность Формул И получится Выражение В обратную сторону Вот Если мы Эту аксиому Опускаем То тогда Мы обязаны Вот так Написать То есть Как бы x плюс 1 Равен Y плюс 1 Тогда Когда x Равен y Ну и еще Один момент Заключается В том Что Для любого x Если он Не равен Нулю То обязательно Существует Y Такой что x равен S от y То есть Всякое Ненулевое Число Является Последователем Какого-то Числа Если Эту аксиому Убрать То у нас Допустимы Модели Арифметики В которых Есть несколько Стартовых Нулей Может быть Даже Бесконечно Много Каждый Из которых Дает Свою Серию Натуральных Чисел Поэтому Это Очень важно Для того Чтобы Именно Арифметику Пиано Получить Таким образом Мы определили Свойства Значит Функционального Символа Последователя И переходим К определению Сложения Сложение Определяется Рекурсивно А именно Значит x плюс 0 Это x А x плюс s От y Это s От x плюс y Отсюда Кстати Сразу Можно доказать Что s От x Давайте Такое Упражнение Да s От x Равняется x плюс 1 Где 1 Это s От 0 То есть Мы просто По определению Вводим Символ Единицу Константа Как s От 0 И Отсюда Можно доказать Что x Плюс 1 Это и есть s От x Далее У нас Идет Аксиомы Умножения x Умножить на 0 Равно Нулю x Умножить на s От y Равно x y x Умножить на y Плюс x То есть Мы опять Представляем Что y y Это y Plus 1 s От y Это y Plus 1 Соответственно Вот так Вот раскрывается Это у нас Серия Аксиом Вернее 2 аксиомы Для умножения Следующее Ну давайте С функциональными Символами Продолжим Берем Экспоненту Мы говорим Что 2 В нулевой Это единица То есть s От 0 А 2 В степени s Это 2 В степени x Плюс 2 В степени x Тоже Таким образом Мы ее Ввели И наконец Шестое Это Нужно Определить Неравенство И мы Его тоже Определяем Рекурсивно Через Меньшие Переменные Значит Во-первых Если x Меньше Либо Равен Нуля То Обязательно x Равен Нулю А если x Меньше Либо Равен s От y То Это Эквивалентно Тому Что x Равен x Меньше Либо Равен y Или x Равен s От y Таким Образом Мы Осуществляем Переход От Большого Числа К Меньшему Постепенно Его Можно Раскрутить Поскольку Всякий y Все равно Здесь Будет Какой-то s z Мы Можем Это Раскрутить По Этой Формуле До Вот Этого Состояния Когда У нас Получится x Меньше Либо Равно Нуля Ну и Отсюда Сделаем Вывод Что У нас Там x Будет Нулем Например Или Пока Здесь Не Случится Равенство То Есть Пока Здесь Вот Пока Такого Равенства Нет Мы Снижаем y А Если Равенство Случилось Тогда Мы Знаем Почему Равен x Вот Таким Образом Определяется Отношение Неравенства Его Можно Вводить По-другому Позже Я скажу Об этом Ну и Наконец Самая Главная Аксиома Арифметики Из-за Которой Собственно Ломаются Везде Копья Это Аксиома Индукции Значит На самом деле Это Не Аксиома А серия Аксиом Бесконечная Серия Аксиом Мы Говорим Что Для Каждой Формулы Фи В данном Языке Мы Постулируем Свою Собственную Аксиому То есть Все Аксиомы Они Вот Эти Аксиомы Индукции Они Пронумерованы Как бы Формулы Фи Проиндексированы Она Выглядит Так Если Фи В нуле Выполняется И Для Любого Икс Из Того Что Фи От Икс Следует Фи От С От Икс То Тогда Из Всего Вот Этого Следует Для Любого Икс Фи От Икс Ну Это Ничто Иное Как Знакомая Нам Со Школы Аксиома Индукции Стандартная Проверяем В нуле Проверяем Переход От Икс К Икс Плюс Один Если Это Всегда Работает Значит Вообще Для Всех Икс Данная Формула Верна Вот Это У нас Называется Схема Аксиом Индукции И вот Теория Формальная Теория Заданная Такими Аксиомами Называется Арифметикой Пиано Первого Порядка Почему Первого Порядка Потому Что Она Не Оперирует Множествами Натуральных Чисел Ну И теперь Поговорим О том Какие Собственно Бывают Разновидности Арифметик Во-первых Надо Сказать Что Если Мы Возьмем Только Первые Шесть Аксиом Без Индукции То Мы Получим Так Называемую Арифметику Робинсона Которая Обозначается Буквой Q То есть Там Вообще Нельзя Пользоваться Индукцией Нельзя Ничего Доказывать При помощи Индукции Единственное Что Как я Говорил Здесь Еще Добавляется Так Называем Разность Такая Полуразность На Натуральных Числах И Она Тоже Постулируется Подобным Же Образом Рекурсивно И Аксиома Разности Она Добавляется В Q Тоже Потому Что Она Там Получается Нужна Ее Без Индукции Никак Не Вывести Но В В целом Все равно Можно Считать Что Q Это Арифметика Пиано Без Индукции Теперь Давайте Посмотрим Как Можно Эту Аксиому Индукции Модифицировать И Сделать Ее Более Слабой Для Этого Существует Понятие Сложности Формулы Но Не По Длине А По Кванторам Которые В нее Входят Во-первых Есть Такое Понятие Как Ограниченный Квантор У нас Уже Это Понятие Звучало Сейчас Я его Снова Повторю Звучало Вот Вот Такая Формула Называется Формулой С Ограниченным Квантором Точнее Вот Именно Этот Квантор Называется Ограниченным Она Просто По Определению Эквивалентна Для Любого Х Если Х Меньше Либо Равно Т То Тогда Фи От Х То Есть Квантор Всеобщности Ограниченный Раскрывается Как Импликация И Аналогично Квантор Существования Тоже Называется Ограниченным И По Определению Это Означает Для Любого Х Х Меньше Либо Равно Т И Фи От Х А Конечно Не для Любого Существует Х Такой Что Он Меньше Либо Равен Т И Для него Выполнено Фи От Х Эти Кванторы Хороши Тем Что Когда Мы Проверку Формул Программируем На Машине Тюринга То Для Проверки Этих Формул Нужно Пробежать Конечный Цикл То Мы Запускаем Цикл Фор Проверяем От Нуля До Т Если Везде Истина Значит Возвращаем Ответ Что Формула Верна Здесь Еще Проще Мы Бежим До Т Но Если В Какой-то Момент У Нас Значит Случилось Что Фи От Истинна То Мы Сразу Прерываем Цикл И Говорим Что Формула Истинна Но В любом Случай Мы До Т Если Такого Не Случится Мы До Т Дойдем И Вернем Ответ Ложь Вот Поэтому Эти Формулы Они хороши Для Конечных Вычислений Тут Всегда Можно Вычислить Ответ То есть Они Получаются Как бы Эффективно Вычислим Эти Формулы Так И Значит Вот Есть Такое Понятие Как Дельта Ноль Формула Говорят Что Фи Это Дельта Ноль Формула Если В Фи И Используются Только Ограниченные Кванторы Ну Или Их Вообще Нет То есть Всякая Формула У которой В записи Стоят Только Ограниченные Кванторы Или Вообще Кванторов Нет Она Называется Дельта Ноль Формулой При этом Вот Такие Формулы Тут Вроде Как Квантор Получается Неограничен Да Но Их Можно Привести К ограниченному Виду И Тогда Они Тоже Называются Дельта Ноль Потому Что Они Эквивалентны Вот Этим Дельта Ноль Формулам Но Не всякую Формулу Можно Свести К ограниченной То есть Может быть Там На x Вообще Нет Никаких Ограничений Нигде Не Встречается Соответственно Мы Не Сможем И Привести И Дальше Из Этого Класса Дельта Ноль Формул Строятся Новые Классы Значит Ну Давайте Для примера Приведем Sigma 1 Формулы Это Формулы Вида Существует x Я здесь Ставлю Черточку Имеется Ввиду Что Здесь Стоит Несколько Переменных Ну Может Стоять Несколько Там Необязательно Одна Там Может 2 3 5 10 Сколько Угодно Конечный Набор Переменных Которые Все Связаны Кванторами Существования И Дальше Идет Какая То Формула Дельта Зависящая От Этих Переменных И Может Быть Еще Каких То И Эта Формула Принадлежит Дельта Ноль Формулам То Если Мы К Дельта Ноль Формуле Впереди Представляем Квантор Существования Неограниченный Или Несколько Кванторов Существования То Это Получается Формула Типа Сигма Один Класс Сигма Один Соответственно Если Мы Представляем Квантор Существования К Дельта Ноль Формуле То То Той Самой Квантор Всеобщности То Это Называется Пи Один Формула А Дальше Процесс Идет Так Дальше Впереди То У нас Будет Сначала Квантор Всеобщности Потом Квантор Существования Потом Дельта Ноль Формула То Это Будет Называться Пи 2 Класс Пи 2 Расширяет Собою Сигма Один А Если Мы Здесь Будем Представлять Кванторы Существования То Здесь Будет Класс Сигма 2 И Так Дальше Меняя Кванторы С одного Типа На Другой Мы Можем Наращивать Формулу И Здесь Будут Расти Классы Ну Если Она Начинается С Всеобщности То Это Будет Пи С Каким То Номером А Если С Квантор Существования То Это Будет Сигма С Каким То Номером При этом Нижестоящие Классы Всегда Вкладываются В Предыдущие Вышестоящие Потому Что Эти Кванторы Можно Фиктивно Вводить Допустим Здесь Вообще Нет Переменной Х А Мы Этот Квантор Влепенили Сюда По Переменной Х Ну Тогда По Определению Это Будет Формула Сигма 1 Хотя На самом Деле Это Просто Дельта 0 Формула Поэтому Дельта 0 Включается Сигма 1 Сигма 1 Включается В Пи 2 И Сигма 2 Тоже Через Фиктивные Кванторы И так Дальше Есть Даже Там Такая Диаграмма Типа Значит Вот у нас Дельта 0 Формулы Их Можно Расширить Сюда Получить Сигма 1 Можно Расширить Сюда Получить Пи 1 Все Вместе Это Называется Дельта 1 Вот Формула Которая Или Пи 1 Или Сигма 1 Дельта 1 Потом Мы Опять Это Все Расширяем До Сигма 2 Это Расширяем До Пи 2 Все Вместе Это Дельта 2 И так Дальше Вот Такая Увеличивающаяся Диаграмма Ну И вот К чему Это Все Дается Дело В том Что Аксиому 7 То есть Аксиому Индукцию Можно Модифицировать Можно Сказать Что У нас Индукция Разрешается Например Только По Дельта 0 Формулам Тогда Теория Формальная Теория Которая Получается Из Первых Шести Аксиом И Аксиом Индукции По Дельта 0 Формулам Она Обозначается Вот Так Вот И Дельта 0 Ну Часто Еще Подчеркивают Что Там Включена Экспонента Потому Что Можно Рассматривать Значит Теорию И С Аксиом По Дельта 0 Формулам Но Без Экспоненты Это Будет Немножко Другая Теория Но Мы Экспонент Все Время Сейчас Будем С собой Тащить Поэтому Я Лишний Раз Указывать Это Не буду Но Всегда Предполагаем Что Экспонента Есть Вот Это Так Называемая Получается Арифметика И Дельта 0 Она Еще Обозначается Как Я И Называется Элементарной Арифметикой Вот Ну И Соответственно По Каждому Из Этих Классов Формул Можно Ввести Свою Арифметику И Сигма Н Причем Значит Понятно Что И П Н Входит В теорию И Сигма Н Плюс Один То есть Обычно Рассматривают Только Вот Такие Вот Да И потом Мы в аксиомах Не любим писать Квантор Всеобщности Поэтому Собственно Мы всегда На кванторах Существования Останавливаемся В общем Можно Вести Целую Последовательность Пронумерованную Натуральными Числами Арифметик Разной Силы Аксиомы Индукции А именно Вот такие Арифметики И Сигма Один То есть Еще раз Сюда Входят Аксиомы Один Тире Шесть И Аксиомы Индукции По Сигма Один Формулам Соответственно Более сложных Индукций Уже Там Не будет Иногда Еще Здесь Бывает Пишут Параметр То есть Такой Такой Значок Минус Это Означает Что Разрешена Индукция По Сигма Н Формулам Но Без Свободных Параметров Мы Вот Здесь Вот Никак Явно Не Оговаривали Есть Там Еще Какие Параметры Формули Фи Или Нет Вот Этот Значок Минус Означает Что Там Параметров Нет А Когда Нет Параметров В Индукции То У нас Не Получится Проводить Вложенную Индукцию Когда Мы Сначала По Одной Переменной Объявляем Индукцию Рассматриваем Предположение Индукции Вот Сложенные Бывают Вот Если У нас Запрещена Индукция По По Формулам С параметрами То Такой Фокус Не пройдет И Некоторые Вещи Доказать Тоже Нельзя Вот Ну Это Получается Теория Слабее Чем Соответственно Вот Это Ну И В пределе Как бы Если Объединить Все Все Вот Эти Теории Получается Как раз Арифметика Пиано Потому Что Любая Формула Она Может быть Сведена К одному Из этих Классов Обязательно Я напоминаю Что Есть Теорема О Предваренной Форме Когда Все Квантеры Выносятся Вперед Соответственно Мы Про Любую Формулу Можем Сказать Что У Нее Там Есть Какое То Количество Квантеров Какое То Количество Перемен Типа Квантеров Соответственно В Какой То Класс Мы Точно Ее Можем Отнести Да При этом Какие-то Квантеры Могут Казаться Ограниченными Значит Класс Можно Понизить Но В любом Случае Все Формулы Арифметики Пиано Они Так Или Иначе В эти Классы Входят Поэтому Если Мы Вот Эти Теории И Сигма Н Объединим По Н То Мы В пределе Получим Арифметику Пиано Ну Вот Значит Обозначение Мы Ввели И Теперь Я еще Хотел парочку Упражнений Дать По Аксиоматике Они Полезны Для того Чтобы Усвоить Ну Что Ли Ну Набить Руку На работе С Формальной Аксиоматикой Упражнения Будут Такие Значит Во-первых Это Доказать Обычные Алгебраические Свойства Вот Этих Вот Операций То Что У Нас Сложение Умножение Соответственно Ассоциативное Коммутативное Выполняется Дистрибутивный Закон Ну То То Что Мы Обычно В каждом Там Кольце В алгебре Мы Принимаем В качестве Аксиом Здесь Это Все Можно Ввести Из Тех Аксиом 1 6 Которые Были Описаны Точнее Даже Из Аксиом Чистого Сложения И Умножения Единственное Здесь Нет Обратных Элементов Конечно же Обратного По сложению Обратного По умножению А есть Нейтральные Элементы Ноль Единицы Тоже Тоже Надо доказать Что они Являются Нейтральными Вот То есть На самом Деле Это Как бы Полукольцо Причем Дискретное Вот Но Полезно Вот эти Свойства Все Попробовать Подоказывать Где-то Наверняка Потребуется Индукция И Можно В процессе Доказательства Последить Какого рода Индукция Вам Следующим Образом Мы говорим Что x Меньше Либо Равно Y Тогда и Только тогда По определению Когда Существует Z Такой Что Давайте его Назовем Штрих Да Это Неравенство Что Значит x Меньше Либо Равно Y Вот в этом Смысле Как мы Определяли В аксиомах Эквивалентно Вот этому Неравенству Штрих Причем Значит Из этого Определения Можно Получить Аксиомы Для Вот этого Неравенства Без индукции А вот В обратную Сторону Из аксиом Задающих Неравенства Получить Вот это Определение Можно Только При помощи Индукции То есть Вот в обратную Сторону Доказательство Будет По С использованием Индукции Опять же Можно проследить Какой именно И Третье Еще Свойство Давайте Проверим Такое Аксиома Индукции Эквивалентна Следующему Утверждению Для любого А Если Фи от Нуля И Для любого Х Меньше Либо равного А Только давайте Здесь Напишем Ну Ну да Пусть будет Так Нет Меньше Меньше А Ну Возьмем Меньше А Ну Меньше А Понятно Определяется Что Х Меньше Либо Равно А Но при этом Х Неравного А Значит Если Фи от Х То Фи от Х Плюс Один Я уже С не буду Писать Буду писать Х Плюс Один Тогда Из всего Этого Следует Фи от А И вот Этот Квантор У нас Он Как бы Впереди Перед всей Формулой То есть Что это Такое Это Получается Индукция С ограниченным Квантором Оказывается Что она Эквивалентна Вот этой Индукции За счет Того Что у нас Впереди Стоит Квантор Всеобщности По А По сути Это Просто Вынесение Квантора Некое За За Вот Эти Скобки Наружу Вот Но Эта Индукция Хороша Хотя Конечно Это Не Избавляет Все равно От Квантора Всеобщности Во всей Формуле В целом И вот Надо Показать Что Эта Аксиома Эквивалентна Этой Аксиоме Какова Бы Не Была Формула Фи Так Ну И теперь Мы Готовы Перейти К второму Разделу Ролика А именно Классам Функций Мы Сейчас Мысленно Перескочим В стандартную Модель Так называемую То есть В теорию Множеств ЗТФ Вспомним О том Как мы Определяли Натуральные Числа В ЗТФ У нас там Было Определение Вот такое Ординал Омега В качестве Модели Натуральных Чисел И мы Поговорим Про Функции Вот Натуральных Чисел Со значениями В натуральных Числах Так Классы Рекурсивных Функций Значит Мы будем Работать С функциями Вида Из Омега В степени К В Омега Здесь Это не Ординал В степени К То есть Это не степень Ординала Это просто Прямое Произведение Омега Само на себя К Раз Вот тут Важно не путать Есть некоторая Коллизия В обозначениях Степеней Да, ничего не поделаешь Поэтому Надо оговариваться Во-первых Во-вторых Есть такое понятие Как тотальная Функция И частичная Функция Если функция Ф Определена На всем Омега В степени К То она Называется Тотальной То есть Для каждого Входа Для каждого Набора Натуральных Чисел Соответствующей Размерности Функция Ф Выдает Какой-то Ответ То есть Получается Она всюду Определена Мы ее Будем Называть Тотальной В этом Случае Если она Определена Не всюду То она Называется Частичной Ну на самом деле Частичной Называет Вообще Все Которые И везде Определены И не Везде Определены Для удобства Но надо иметь Ввиду Что мы Записывая Вот так На самом деле Имеем ввиду Что функция Может быть Частичной Может быть Не всюду Определена То есть На некоторых Входах Она Ничего Не выдает Ну грубо говоря Зацикливается Значит Теперь Поступим Следующим Образом Мы будем Определять Некий Класс Функций Некое Множество Функций ПФ Вот такого Вида Причем К у нас Плавающий Параметр То есть ВФ Могут быть Функции От любого От любой Размерности Значит При К Равном Один Два Три И так Далее До Бесконечности До Омеги Вот То есть Любой Конечный Набор Аргументов Может быть И это Будет Минимальный Класс Функций Удовлетворяющий Следующим Условиям Во-первых В этот Класс Обязаны Входить Все Так называемые Базовые Функции Это Функция Которая Является Тождественным Нулем То есть Она На всех Аргументах Это функция От одного Аргумента З От Икс Давайте Напишем Которая Всегда Возвращает Ноль Что Соответствует Как раз Символу Константи В Арифметике Пиано Дальше Сюда Входит Значит Функция Проекции Это Функция Которая Вот На входе Икс Один Икс Н Возвращает Катай Элемент Входа Своего То есть Катаю Переменную Возвращает Таким Получается Проекция Пространства На Катую Ось И Сюда Мы Включаем Функцию С От Икс Равную Икс Плюс Один Ну Пока На этом Остановимся Но В разных Классах Функции Сюда Включаются Еще Сразу Сложение Умножения Степень Характеристическая Функция Неравенства И даже Равенство Сюда Можно Включать Некоторые Функции Которые Нам Заданы Сразу В Семантике Теории Но Пока Мы На Этом Остановимся Второе Что Нам Нужно Если Функция Ф И Функции И И И Принадлежат Классу Ф Здесь У нас И Пробегает Соответственно Один И так Далее Н То Тогда Вот Такая Функция H Равная F Вот Я так Напишу Вот G С чертой Имеется Ввиду Что Мы Вместо Соответствующего Х Подставляем Соответствующий G Вот Y С чертой То есть От всех Этих Аргументов У них У всех Одинаковое Количество Аргументов Тогда Вот такая Функция То есть Композиция Функции Ф С Функциями Ж Тоже Обязана Принадлежать Данному Классу То есть Класс Ф Замкнут Относительно Операции Композиции Ее еще Вот так Обозначают C F G Оператор Композиции Третье Класс Ф Замкнут Также Относительно Операторы Рекурсии Пусть У нас Имеется Функция Ф От X1 XN В Классе Ф Пусть Также У нас Есть Функция G От Y1 Y N Плюс 2 В Классе F Тогда Функция H Которая Определяется По Такому Правилу H От X Равно Значит F От X Если X Равен 0 Здесь Не путаем Вот это X Черто Это Вот эти Вот X1 XN А это Просто X И Когда X Не равен Нулю Он является Чьим-то Последователем То есть Он может быть Равен Y Плюс 1 Тогда Мы здесь Говорим Что у нас Будет G От Y От H От Соответственно А Здесь Надо было Еще Параметры X Вставить H От Y X И От Всех Остальных X Вот Такая Функция Тоже Принадлежит Классу F Ну Видим Это Обычная Рекурсия То есть Мы Задаем Значение H В Нуле Какой-то Функции F Это Кстати Может быть И Константа Какая-то Вот Каждая Следующая При X Плюс 1 Да Ну При Y Плюс 1 Значение Оно Получается При Помощи Функции Генератора Рекурсии В Которые Мы Подставляем Предыдущее Значение X Предыдущее Значение Самой Функции H И Тянем За Собой Все Вот Эти Параметры X Это Просто Параметры То есть Они Просто Ни На R F G Который Выдает Некую Новую Функцию При Помощи Функции С которой Стартует Рекурсия И при Помощи Генератора Рекурсии Обращаю Внимание Что Здесь Н Переменных Здесь Н Плюс 2 Переменных Потому Что Мы Сюда Много Чего Подставляем А у Результирующей Функции Будет Н Плюс Одна Переменная Так И Последнее Требование Это наличие Так называемого Меоператора Значит Если у нас Есть функция F От Значит Тут давайте От Z И каких-то Параметров X Из Класса F То тогда Вот такая Функция H От H От X И здесь Я напишу Вот так Мю Z F Z X Равно Нулю Значит Что Это Такое Вот Это Выражение Называется Мю Оператор Оно Говорит Следующее Взять Наименьший Такой Z Который Удовлетворяет Данному Уравнению То есть Он Ищет Ближайший К нулю То есть Первый Корень Этого Уравнения Относительно Переменной Z И вот Тут Мы В первый Раз Встречаемся С Случаем Когда Функция Может Оказаться Частичной То есть Если Это Уравнение Не решается Относительно Z При данных Значениях Параметра X То Эта функция Ничего Не вернет Соответственно H При данном При данных Значениях X Не будет Определена Просто То есть Грубо говоря Алгоритм Который Будет решать Вот это Уравнение Вот Ну и Таким образом Понятно Что если Мы частичные Функции Уже здесь Получили Да Тогда Надо сказать Что тогда Такая функция Тоже Принадлежит F Если Мы Получили Уже На этом Этапе Частичную Функцию Хотя F Была Тотальной Да То Значит Потом Мы Начинаем Подставлять Сюда Правилом Композиции Пользоваться В Рекурсию Начинаем Подставлять И У нас Получается Что Возникают Все новые и новые Частичные Функции Вот Таким образом Вот В этом Классе Функции Которые Определен Вот этими Четырьмя Параметрами Ну Довольно Много Получается Функций Которые Кое-где Не Определены Вот А может Быть Даже Будут Функции Которые Вообще Нигде Не Определены Так Называем Пустая Функция Класс Удовлетворяющий Вот этим Четырем Свойствам Ну Минимальный Класс Называется Классом Частично Рекурсивных Функций Ну Тут Надо сказать Что Во-первых Рекурсивные Функции Ввел Еще Гёдель Когда Строил Свою Нумерацию Формул Единственное Что Он не Использовал Миооператор А Позже Пытались Понятие Вычислимости Разными Способами Формализовать Это Было И Понятие Вычислимой Функции И Понятие И Значит Лямбда Исчисления Которая Определяет Тоже Вычислимые Функции И Соответственно Машины Тьюринга И машины Поста И Алгоритм Маркова Все Все эти Подходы В итоге Оказалось Дают Один и тот Же Класс Функций Так называемый Класс Частично Рекурсивных Функций Вот То есть Этот Класс Оказался Очень устойчивым И Вот Он Как-то Отражает Что-ли С собой Наше Представление О том Что Такое Зацикливание То есть Некоторые Функции Могут Зацикливаться Но На самом деле Без этого Не обойтись Дальше Значит Вот В этом Классе Частично Рекурсивных Функций Мы Можем Просто По Определению Выделить Все функции Которые Являются Тотальными То есть Всюду Определенными Даже Если Они Построены Через Мю Оператор И Тогда Ведь Может Получаться Что Эта Функция Будет Тотальной Ну Что оно Всегда Разрешимо При Заданных Иксах То есть Даже Здесь Могут Получаться Тотальные Функции И Тогда У нас Будут Тотальные Функции В этом Классе Более Того Все функции Которые Получаются По правилам 1 2 3 Только Без Участия Оператора Они уж Точно Все Тотальные Поэтому Мы Можем Вот В этом Классе Выделить Подкласс Понятно Что Это Будет Собственный Подкласс Который Назовем Тот И он Будет Обозначать Все Тотальные Рекурсивные Функции Просто По Определению Следующий Класс Который Еще Меньше Это Класс Который Удовлетворяет Только Правилам 1 2 3 Вот Этим Вот Класс Функции Который Минимальный Класс Функций Который Удовлетворяет Правилам 1 2 3 Называется Примитивно Рекурсивные Функции Я думаю Программисты С этим Очень хорошо Должны Быть Знакомы Этот Класс Еще Меньше Чем Все Тотальные Ну Просто Потому Что Как я Говорил Миооператор Иногда Может Давать Тотальную Функцию Поэтому Сюда Будут Входить Тотальные Функции Которые Получены При помощи Миооператоров Вот Но А в Примитивные Рекурсии Они Не Входят То есть Примитивные Рекурсии Задаются Базой Композиции И правилом Рекурсии Есть Еще Один Класс Функций Который Еще Меньше Еще Проще Чем Примитивные Рекурсии Это Так Называемый Класс Е Красивая Это Класс Элементарных Функций Или Элементарных По Кальмору Функций Он Строится Следующим Образом Мы Берем Вот Это И Это Правило Причем В базовые Мы еще Добавляем Операции Сложения Умножения Экспоненты И Такую Вот Штуку Индикатор Неравенства То есть Значит Которая Равна Единице Если Х Меньше Либо Равно У И Нулю Иначе Вот такие Мы Сразу В базу Погружаем Что Они Нам Нужны Потом Мы Вправе Применять Правило 2 То есть Композиции Элементарных Функций А вместо 3 и 4 Вместо 3 и 4 Мы сюда Вводим Такие Штуки Мы допускаем Конечные Суммы По Первому Аргументу Какой-то Функции Ф Из нашего Класса Элементарных Функций От 0 до Х И Конечные Произведения Давайте Назовем Это правило 3 Штрих Это я Уберу Чтобы не Мешало Значит И вот Класс Функций Который Замкнут Относительно Правил 1 2 И 3 Штрих Эти Тоже Обязаны Их Примадлежать Он называется Классом Элементарных По Кальмору Функций Ну Правда Да Мы Произвели Некую Модификацию Мы Сюда Добавили Вот Эти Функции Но Понятно Что Эти Функции В Этих Классах Точно Есть Потому Что Сложение Умножение Степень Мы Просто По Аксиомам Задавали Рекурсивно А Эту Штуку Тоже Можно Задать Там Нужно Ввести Оператор Иф И Через Него Уже Задаются Все Индикаторы Оператор Иф Тоже Можно Ввести При помощи Композиции И рекурсии На самом деле Кому Интересно Попробуйте Это Сделать Итак Мы Имеем Значит Четыре Класса Функций Самый Маленький Это Элементарные По Кальмору Определяются Правилами 1 2 3 Штрих С Конечным Суммированием Побольше Это Примитивные Рекурсии Которые Определяются Правилами 1 2 3 То есть С Композицией И Простой Рекурсии Обычной Рекурсии Потом Все Тотальные Рекурсивные Функции И Самый Большой Класс Это Функции Которые Определяются Правилами 1 2 3 4 То есть Включая Мю Оператор Интересно Что Еще Есть Так Называемые Ограниченная Рекурсия И Ограниченный Мю Оператор И При помощи Ограниченной Рекурсии Ограниченного Мю Оператора Тоже Можно Задать Класс Кальмаровских Функций Вообще У него Там Что-то Около Пяти Разных Определений Есть Но Мы На этом Сейчас Не будем Останавливаться Кому Интересно Найдете В Интернетах Теперь Значит Какое Все Это Имеет Отношение К Предыдущему Разделу А именно К Арифметическим Теориям Формальным Оказывается То же Что Имеет Непосредственное Отношение Дело В том Что Вот Как бы Способность Теории Что-либо Доказывать То есть Мощность Теории Можно Оценивать При помощи Классов Функций А именно Мы Про любую Вот такую Функцию Можем Ввести Понятие Доказуемой Тотальности Предположим Что у нас Задана Какая-то Теория Т Ну это Одна из Тех самых Арифметик Давайте Я сейчас Так вот Напишу Что Это будет Одна из Арифметик И Сигма Н Где Н Принадлежит Омега Если Н равно Нулю То это Дельта Ноль То есть Элементарная Арифметика И Сюда Еще ПА Добавим То есть Короче Говоря Т Это Одна из Арифметик Которую Мы До Этого Определяли И Значит В Этой Теории Может Быть Доказана Такая Теорема Значит Существует Y F От X Равно Y Можно Даже Тут Вот Так Поставить Существует Единственный Y Такой Что F От X Равно Y Что Говорит Данная Теорема Поскольку Мы Не Значит У нас X Доказать Что Они Тотальны Потому Что ZF Это Теория Бесконечной Силы И Там Все Это Мы Собственно Мы Находясь В ней Их Определяли Поэтому По-другому Быть Не Может Но Как Только Мы Берем Более Слабую Теорию Арифметическую То Совсем Не Факт Что В Этой Теории Можно Построить Цепочку Выводов Отправляясь От Аксиоматики Да Тут Все Зависит От Аксиоматики Которая Приведет К Вот Такой Теореме То Докажет Нам Что Данная Функция Тотальна Такого Может Не Случиться И Поэтому Мы Можем Рассмотреть Класс F От Т Всех Таких Функций Ну Из Класса Значит Давайте Частичный Ну Даже Давайте Из Класса Тотальных Функций Для Которых Теория Т Умеет Доказывать Что Эта Функция Тотальна Понятно Что Ничего Нового Кроме Функции Из Класса Тот Мы Не Получим Потому Что Если В Т Умеем Доказывать Тотальность То Тем Более В З Т Мы Умеем Доказывать Тотальность Вот Но Этот Класс Может Быть Существенно Меньше И Значит Вот Такие Функции Называются Доказуемо Тотальными В Теории Т Значит Это Класс Доказуемо Тотальных Функций В Теории Т То есть Класс Существенно Определяется Самой Аксиоматикой Данной Теории И Вот Что Получается При таком Определении Получается Что Некоторые Из Классов Которые Мы Только Что Рассмотрели Совпадают С Классами Доказуемо Тотальных Функций Для Некоторых Теорий Ну Значит Конкретно Получается Следующая Иерархия Класс Е Красивая Элементарных По Кальмору Функций Это В точности Класс Доказуемо Тотальных Для Элементарной Арифметики То есть Теории И Сигма Ноль Ой И Дельта Ноль Ну Сигма Ноль Это То же Самое Что Дельта Ноль На самом деле Дальше У нас Есть Класс Примитивно Рекурсивных Функций Есть Теорема Парсонса О том Что Класс Примитивно Рекурсивных Функций Это В точности Класс Доказуемо Тотальных Для Теории И Сигма 1 Вообще Сигма 1 Она Такая Знаковая Достаточно Теория Для Арифметики Вот Дальше У нас Есть Класс Доказуемо Тотальных Для Теории И Сигма Н Понятно Что Он Содержится В Классе Доказуемо Тотальных Арифметики Пиано Им Тут Соответствуют Какие-то Классы Для Класс У нас Нет Обозначений И Класс Который Их Уже В себя Включает Это Класс Всех Тотальных Функций Уже Которые Определены Как Тотальные В теории ЗТФ В самой Мощной Теории Ну и Последнее Это Класс Всех Частично Рекурсивных Функций Он Нам Уже В общем-то Не Столь Интересен На самом деле То есть Короче Говоря Получается Что Есть Некая Иерархия Которая С одной Стороны Это Иерархия Теорий По их Силе По умению Их Что-то Доказывать С другой Стороны Это Иерархия Классов Функций Где Значит Возможности Построения Функций Все время Растут Да Вот здесь Мы только Конечные Суммы И произведения Брали Здесь У нас Уже Произвольная Рекурсия Здесь У нас Появляется Где Она Появляется А Ну вот Уже На этом Уровне Появляется Меооператор Позволяющий Громоздить Еще Более Интересные Функции И Вот Где-то Между ними Сидят Вот эти Вот Классы Арифметики Пиано И Арифметики Пиано С усеченной Индукцией До Классов Формул С номером Н И Значит Последнее Что мы Здесь Сделаем В третьей части Нашего ролика Это мы Найдем Границы Этих Классов При помощи Одной Стандартной Иерархии Функций Да Еще Я говорил Про такую Теорию Робинсона Которая Обозначается Буквой Q Вот Она Еще Более Слабая Чем Элементарная Арифметика И ее Класс Функций Он там Никакого Особого Обозначения Не имеет То есть Можно Вот так Вот Его Обозначать Он Содержится Естественно В классе Элементарных Функций Значит Что Он Себя Включает Он Себя Включает Функции В основном Многочлены Просто Многочлены От переменных От натуральных Чисел И коэффициенты Понятной степени Там тоже Натуральные Числа Правда Там еще Можно включать Некоторые Другие Функции Тоже Достаточно Простые Например Вот эту Разность Использовать Несимметричную На натуральных Числах Там Что-то Еще Но Это Очень Слабенький Класс Функций Потому Что Там Индукции Нет И Там Мало Чего Вообще Можно Доказать Уж Тем Более Доказывать Тотальность Каких-то Сложных Функций Вот Поэтому Вот Это Самый Маленький Класс Теперь Давайте Собственно Говоря Попробуем Отыскать Вот Как бы Границы Этих Классов Чем Они Характеризуются Вот Эти Границы Классов В этой Иерархии И Границы Соответственно Теории И Мы Переходим К Третьей Части Которая Называется Быстро Растущая Иерархия Лёба Вайнера Здесь Мы Построим Тоже Класс Функций Но Это Будет Совершенно Конкретный Класс Функций Это Не Какое-то Абстрактное Будет Определение А Некая Фиксированная Последовательность Функций Вот Таких Вот То Есть На входе У них Натуральное Число На выходе Натуральное Число А Нумероваться Они будут Ординалами От Числа 0 До Эпсилон 0 Строится Эта Иерархия Следующим Образом Так Нет Я не буду Писать Уже Тут Нумера Значит F Нулевое От Х Это Х Плюс 1 Естественно Все эти Определения Мы вводим Находясь В теории Множеств То есть В самой Сильной Из всех Этих Теорий Далее Для Последующего Ординала То есть Альфа Плюс 1 Это Есть Некая Композиция Ф Альфа С Самой С С С С С С С С То есть Мы берем Функцию Предыдущего Индекса И ее С 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 При этом Если Х С С С С С С С С С Ну Как обычно Что-то В нулевой Степени Это Единица Вот Значит Если Х Равно Нулю То Это Айди Если Х Равно Единице То Это Будет Ф Альфа От Единицы Если Х Равно Двум То Это Будет Ф Альфа Композиция Ф Альфа От Двойки И так Дальше Ну Вот Можете Проверить В качестве Упражнения Что Ф 1 Это 2 Икс Ф 2 Это Х На 2 В степени Х И Найдите Ф 3 Там Должен Получиться Какой-то Ну там 2 или 3 Слагаемых По-моему Но в первом Будет башня Из двоек Такая Вот Штука Где Двойка В двойке В двойке В степени Растет И там По-моему Она даже Будет Переменной Высоты Эта башня Да Значит Дальше Вот мы Двигаемся По натуральным Числам Доходим До ординала Омега Что делать В случае Омега В случае Омега Мы делаем Так Это будет F XX То есть Диагональным Методом Просто Задаем Эту функцию Но у нас Ординалов Существенно Больше Чем Омега Мы идем Наша цель Эпсилон 0 Вот Вопрос Возникает Как Дальше Действовать Ну понятно Если там Последующий Ординал Омега Плюс Один Омега Плюс Дальше Мы применяем Вот эту Формулу А если Мы опять Встречаем Предельный Ординал Для этого Есть Такое Понятие Как Фундаментальная Последовательность Пусть у нас Ординал Альфа Предельный Тогда Для этого Ординала Альфа Можно построить Последовательность Ординалов Альфа Н Супремумом Которой Является Ординал Альфа Супремумом Альфа Н Это Альфа То есть Это Некоторая Проиндексированная Натуральными Числами Последовательность Ординалов Грубо говоря Догоняющая Альфа Строится она Следующим образом Поскольку Ординал Альфа Предельный Мы его Можем Разложить По Кантеровской Нормальной Форме В следующем Виде Гамма 1 Плюс Омега В степени Гамма С Где Вот такое Соотношение Выполняется Почему Больше Либо равно Раньше Я писал Больше Потому что Я здесь Опускаю Коэффициенты То есть Если у меня Здесь стоял Б раньше Коэффициент К Какой-то Здесь я Просто К раз Просуммирую Омега В степени Гамма 1 И так Поступлю С каждой Степенью Вот То есть Так вот Можно записывать Тоже Ординалы В кантеровской Нормальной Форме Но самое Главное То что Поскольку Ординал Предельный Последняя Степень Обязательно Будет Больше Нуля То что Если бы Здесь был 0 То было бы Омега В нулевой Единице Это был бы Последующий Ординал Но нам дано Что он Предельный Вот Поэтому Здесь всегда Степень Положительная И Гамма С может Быть двух Вариантов Либо он Предельный Либо он Последующий И тогда Мы говорим Что Альфа Н Вычисляется Так Это Будет Значит Та же Самая Конструкция Ну Здесь Какой-то Там Промежуточный Гамма С-1 Да Потом Плюс Потом Мы здесь Говорим Что это Будет Омега В степени Бета Умножить На Н Где Бета Это Предыдущий Ординал Для Гамма С То есть Гамма С Это Бета Плюс 1 То есть Что мы Сделали Мы Вот эту Степень Представили Как Бета Плюс 1 Получается Что это Будет Омега В степени Бета Умножить На Омега И Самую Последнюю Омегу Которая Здесь Вылезла Мы Просто Заменили На Натуральное Число И Тогда Если Мы Устремляем Вверх К Омеге То Мы В пределе Как Раз Альфу И Получим А Если У нас Гамма Предельный Ординал То Мы Поступаем Еще Проще Мы Гамма Все То же Самое Плюс И так Далее То Мы Вот сюда Вместо Ординала Гамма С Подставляем Его Фундаментальную Последовательность То есть Фундаментальную Последовательность Определенную Для Ординала Гамма Поскольку Он Меньше Чем Альфа То Мы Уже Можем Считать Что Эта Последовательность Определена То Это Опять Некое Рекурсивное Определение И Применяем Эту Фундаментальную Последовательность В Последней Степени вайнера и она же потом применяется для соответственно построения вот этих вот функций значит f альфа от x равняется f альфа иксовая в точке x где альфа и x это фундаментальная последовательность для орденала альф который есть предельный орденал ну и остается вариант значит поскольку вот в такой форме раскладываться орденал и меньше epsilon 0 остается вариант когда нам надо определить функцию в точке epsilon 0 собственно говоря и f epsilon 0 определяется значит от x определяется как f epsilon 0 n в точке x и epsilon 0 иксовая в точке x а фундаментальная последовательность для орденала epsilon 0 задается таким банальным способом epsilon 0 иксовая это башня из омег из степеней омег которых мы взяли ровно x плюс одну штуку то есть соответственно при x равном нулю просто омега при x равном 2 омега в степени омега при x равном 3 омега в степени омега в степени омега и так дальше и вот так вот мы определяем эту самую диагональную последовательность и ее используем для определения функции f epsilon 0 интересно что в принципе вот эти все функции в символьном виде можно в принципе рассчитывать на компьютере потому что вот эти преобразования они ну так неплохо программируются переходы к последовательностям к меньшим и можно пытаться вычислять если там проблема в том что там очень быстро распухает вот этого дерево степеней и конкретное число в результате получить очень сложно получается просто какая-то там башня степеней но тем не менее можно свести все это дело к значит конечным вычислениям на компьютере теперь как это дело применить в нашем так сказать народном хозяйстве ну во первых посмотрим на вот эти функции достаточно простые до f2 f2 это некая экспонента оказывается что никакая экспонента не является доказуемо тотальной в теории q то есть для любой функции из класса f откуда доказуемо тотальных в q функция f мажорируется ну во-первых точно мажорируется 2 в степени x здесь вот x ставим да если много аргументов то давайте договариваться сразу что мы здесь просто подставляем сумму аргументов чтобы не заморачиваться иногда тут максимум появляется но проще сумму поставить то есть если тут много аргументов и мы хотим оценивать то мы тут подставляем сумму мажорируется это что значит это значит что для почти всех x выполняется неравенство меньше либо равно ну то есть для всех за исключением какого-то конечного набора да еще это называется доминирует вот эта функция доминирует более того вообще никакая экспонента она вот здесь вот не является доказуемо тотальной вообще никакая дальше ну вот я здесь говорил что f3 это некий получается башни двоечек давайте введем такое обозначение 2n x это башни степеней который здесь здесь у нас н штук двоек и в конце еще x стоит переменная вот то есть такая функция двух параметров n отвечает за высоту башни x это просто вот последний аргумент который подставляется оказывается что давайте как теорему оформим что любая элементарная по кальмору функция мажорируется некой вот такой вот экспонентой опять-таки здесь надо сумму аргументов подставить потому что их там может быть много да мы допускаем много аргументов здесь кстати здесь можно и максимум подставить но думаю что сумма все-таки проще я предлагаю эту теорему доказать в качестве упражнения то есть что нужно сделать нужно вспомнить определение класса кальморовских функций то есть это некий список базовых функций это правило композиции и это правило конечной суммы и конечного произведения предполагая что функции из которых мы собираем новую функцию имеют вот такую оценку надо показать что результат тоже будет иметь похожую оценку там n будет меняться но n будет зависеть от количества аргументов внутри f плюс может быть какая-то константа плюс те n которые участвовали в оценках предыдущих функций короче говоря это будет некое новое число n не зависящие от x и таким образом будет получаться что вот эти функции мажорируется некой вот этой вот это называется супер экспонента и значит супер экспоненты будет мажорироваться что следует из этой теоремы сразу же это теоремы сразу же следует что вот такая функция 2xx то есть когда у нас вместе с аргументом растет и высота башни эта функция она уже не принадлежит классу кальмаровских функций а значит и утверждение о тотальности этой функции о том что она всюду определена не может быть доказано в элементарной арифметике поскольку у нас имеется вот такое равенство и получается что вот эта функция она как бы является функцией отделяющий класс примитивных рекурсий вот прямо здесь поставим ее отделяющий класс примитивных рекурсий от класса кальмаровских ну не отделяющие это как бы внутри класса примитивных рекурсий есть некая граница вот ниже ее кальмаровские функции а выше начиная с нее это другие примитивные рекурсии то же самое можно про классы в куска здесь стоит просто экспонента значит которая является кальмаровский но которая не является доказуемо тотальный в куб у нас вот намечаются такие вот границы экспонента супер экспонента диагональная и смотрим что же происходит дальше дальше происходит такая вещь да у нас есть такая вот функция мы ее определяли f омега от x которая есть и в x в от x диагональным методом определяется это так называемая функция кермана ну один из вариантов функция кермана которая является ничем иным как границы класса примитивных рекурсий то есть можно доказать да опять таки что всякая примитивная рекурсия ограничена точнее доминируется доминируется функцией f н от опять ставим сумму x сумму аргументов вот это можно доказать ну это уже сложнее доказать чем вот это вот неравенство но в принципе кто хочет можешь попробовать я думаю что не сильно сложно это будет значит и тогда что мы отсюда заключаем мы заключаем что во первых все примитивные рекурсии мажорируется только элементами значит любого и нора последовательности любого и норок с натуральными номерами а вот функция кермана она уже находится за пределами примитивных рекурсий функция кермана не принадлежит классу примитивных рекурсий и она является как раз от границы этого класса то есть она сидит тут где-то здесь f омега она точно не входит в класс примитивных рекурсий но она точно входит в класс всех тотальных функций ну и соответственно дальше у нас следующая контрольная точка после омеги это уже epsilon 0 и про нее есть соответствующая тоже теорема отвечая ну как бы соответствующая границам классов вот этих вот теорий и сигма n давайте ее тоже оформим следующим образом значит любая функция из класса доказуемо тотальных в теории и сигма n мажорируется значит существует альфа меньше эпсилон 0 такой что f мажорируется даже давайте не так тут то это я то что написал верно но можно конкретно совершенно альфа указать значит она будет мажорироваться функции f epsilon 0 энная от суммы аргументов это вот та самая фундаментальная последовательность то есть башни из омег конечная башня из омег стоящая в качестве номер а функции и вот все что мы можем все функции тотальность которых мы можем доказать в арифметике с индукции до класса сигма n они все мажорируется вот такими функциями но если мы тут как бы перейдем к пределу по n то мы получаем что любая функция которая является доказуемо тотальной уже теперь в арифметике пиано то есть с той самой индукции форме 7 которую мы ранее записывали она будет мажорироваться какой-нибудь из этих функций то есть вот тут как раз на написать существует n f мажорируется f epsilon 0 энная от суммы аргументов ну почему так потому что возьмем любую формулу в языке арифметики пиано в этой формула какое-то конечное количество символов раз там конечное количество символов значит там конечное количество квантеров значит там конечное количество перемен квантеров перед формулы но мы их можем вынести по теореме о предваренной форме и посчитать сколько раз меняются квантеры это будет какое-то число n значит наша f попадет в какой-то из этих классов значит она попадет в какой-то из вот этих вот доказуемых классов и будет оценена соответствующим образом ну и аналогично вот этим вот историям с значит суперэкспонентой из функция кермана мы получаем соответствующий результат о том что функция уже f epsilon 0 без всякого индекса n она не принадлежит классу доказуемо тотальных в арифметике пиано то есть утверждение о том что вот это что вот эта функция всюду определена в zf мы доказать можем просто по построению а в теории пиано в той самой с аксиомами 1-7 это доказать уже невозможно потому что она имеет скорость роста слишком большую для этой теории то есть теория оказывается слабоватой для того чтобы вот с этой функции что-то доказать ну и теперь собственно говоря к чему все это вообще как это связано с заголовком так сказать нашей темы с теоремой гудстейна давайте вспомним о том что такое функция гудстейна же от x это наименьший номер n на котором последовательность гудстейна обращается в ноль при том что она стартовала с числа x то есть взяли x провернули нашу эту последовательность гудстейна стартовав с числа x в какой-то момент дошли до нуля мы знаем в zf умеем доказывать что мы дойдем до нуля и вот этот номер на котором в первый раз 0 попался мы и берем в качестве ответа этой функции g от x это называется функция гудстейна дальше теорема гудстейна таким образом утверждает что значит для любого x существует n такой что же n равно нулю эту теорему доказывать в прошлый раз но теперь посмотрим что это за утверждение такое чему оно эквивалентно она по сути к лет тому что же от x определена в каждой точке x то есть это не что иное как утверждение о тотальности функции гудстейна функции же но значит и теперь мы подходим к так сказать квинтэссенции всего нашего процесса этого долгого и мучительного а именно теорема которая была доказана кирби и парис в 1982 году теорема такая наверно все-таки убрать лишнее теорема нам говорит следующее что функция гудстейна мажорирует собою всякую функцию вот такого вида вообще всякую f альфа из последовательности любого вайнер где альфа меньше эпсилон 0 и мажорируется функции f эпсилон 0 по сути это означает что функция гудстейна имеет порядок роста такой же как f эпсилон 0 да потому что она не не меньше никакой из меньших функций ну и главное следствие отсюда заключается в чем раз f эпсилон 0 недоказуема в по ну точнее все доказуемые в по мажорируются вот такими ординалами меньшими чем и псила 0 тоже не может ими мажорироваться если бы же была доказуема в по точнее тотально же было бы доказуема в по то мы бы ее от мажорировали какой-то f эпсилон 0 н а а соответственно f эпсилон 0 n плюс 1 она бы уже была сильно быстрее чем же но это не так по этой теореме следовательно главный наш результат такой впа невозможно доказать тотальность функции же а тотальность функции же это то же самое что теорема гудстейна то есть теории пиано невозможно доказать теорему гудстейна вот собственно это и есть то чего мы хотели продемонстрировать в конце нашего курса ну понятно что вот эти все теоремы это все достаточно сложные такие бронебойные теоремы это результат фактически математики двадцатого века то есть в принципе ну практически передовой край науки и если кто-то хочет в это дело углубиться я настоятельно рекомендую такие ссылки посмотрите потому что рассказывать это в роликах ну это будет много много часов занимать первая ссылка это швихтенберг и вайнер 2000 год книжка называется proofs and computations очень хорошая книжка там все подробно изложено тому там значит и теория доказательств и теория вычислений и показана вот очень такая плотная связь между всеми этими теоретическими рассуждениями и конкретными вычислениями на каких-то машинах на машинах с регистром там да там имеется связь показана связь с ограниченными по времени вычислением какие функции подпадают под ограниченные по времени вычисления и так дальше то есть так ну такой фундаментальный труд очень хороший дальше есть коротенькая статья кайцеду или кайчеду не знаю как читается 2007 года называется она теорема гудстейна гудстейн фиорем там в частности приводится одна из формул для вычисления функции гудстейна через разложение числа x по степеням то есть там конкретно совершенно можно же от x посчитать используя иерархию люба вайнера то есть там просто получается что здесь будет стоять некая конечная композиция из функции из иерархии люба вайнера с ординалами которые посчитаны из разложения икса по степеням двойки вот и больше того это достаточно просто запрограммировать и например там же от 4 можно даже в символьном виде выразить посчитать даже в численном виде можно посчитать крайне мере там вот будет вот это вот то что я ранее приводил там там получается 2 в степени 402 миллиона чего-то там вот можно вычислить и наконец третье что я бы порекомендовал это лекции льва беклемишева там он в паре с кузнецовым там еще с кем-то ведет серию лекций по математической логике и теории доказательств а также ординальный анализ то есть теория доказательств ординальный анализ эти лекции есть на ютюбе это просто целые там курс семестровый которые они ведут и это все под запись было рассказано буквально там в прошлом году можно найти и посмотреть там все это тоже есть там единственном они по моему протерема густе не не рассказывают потому что у беклемишева любимый пример это так называемый бесконечно растущий червь он называет это принцип червя принцип червя тоже можете погуглить что это такое это именно его изобретение это аналог теорема гудстейна но там значит по-другому это все немножко строится просто цепочка цифр с ней мы что-то делаем она там очень быстро растет но в какой-то момент раз и она схлопывается в ноль червь это не фамилия то есть принцип червя это просто таки просто червя так ну на этом я завершаю наш маленький спецкурс до новых встреч